Злодейка Россия хочет втянуть мир в новую холодную войну, а вот добрая НАТО мир как раз-таки спасает. Мы применяем решительный, но сбалансированный стратегический подход, который призван гарантировать, что Россия не сможет заставить никого повернуть в прошлое. При этом мы призываем и приглашаем Россию снова повернуть в будущее. Неплохой голливудский сюжет получается, не правда ли? Супергерои против злодея в лице России. Газета New York Times уже подготовила сценарий под названием «Фантазии господина Путина». Заметим, что сама New York Times сочиняет больше фантазий о Путине, чем кто бы то ни было. Вот как это делается. Первонаперво убедите всех, что Путин плохой. Он агрессивен. Повторяем, он агрессивен. Вдруг вы не поняли с первого раза. И он использует людей в качестве декораций. Ну и ну. Путин – это обезьяна с гранатой. У Путина есть ядерное оружие, и он подталкивает мир к войне. Его конечная цель – развал НАТО. И что хуже всего, он совершенно нерационален. Им движет только тяга к уничтожению. Если же вам так не кажется, это значит, что вы, скорее всего, купились на вранье Путина. Он большой мастер сочинять небылицы. Он фантазирует, сплетает мифы, рассказывает выдуманные истории. Да он, пожалуй, самый большой обманщик на свете. Путин – больше злодей, чем Ганнибал Лектор, Валандеморт и Джокер вместе взятые. Ну а НАТО – это просто белый и пушистый альянсик. Но котенок может превратиться в тигра, заявляет Нью-Йорк Таймс. Пайнка НАТО ведет себя взвешенно и дипломатично, однако может выпустить коготки перед лицом российской агрессии. Союзников нужно защищать. Что ж, тон задан, роли распределены. Теперь изданию нужно увенчать свои фантазии достойной концовкой – хэппи-эндом. И оно справилось с этим блестяще. Если Путин не отступит, НАТО будет расширяться. Не потому что альянс этого хочет, а потому что поведение России не оставляет ему другого выбора. Ну что, Россия, получила? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова